Реформа здравоохранения не пользуется популярностью среди одесситов. С апреля договоры с семейным врачом или педиатром заключило всего около 30% горожан. Эксперты говорят, такая низкая активность может вызвать угрозу и вовсе остаться горожанам без необходимых медицинских услуг. Ведь те, кто не подпишет декларацию до конца года, будут иметь право только на неотложную помощь. Процент деклараций, конечно, недостаточный для того, чтобы продолжать жить спокойно, будучи на сегодняшний день одесситом. Потому что с нового года мы переходим на абсолютно новый механизм финансирования. У семейных врачей, у терапевтов, у педиатров больше не будет зарплаты, как таковой, по факту, которую они получали, работая на участке. Также с нового года не будет участков. Для подписания декларации с врачом нужны паспорт и идентификационный код. А для заключения договора с педиатром или семейным врачом для ребенка еще и свидетельство о рождении малыша. С 0 до 14 лет непосредственно декларацию может заключить родитель или опекун данного ребенка. Педиатры будут оказывать первичную медицинскую помощь. В пакет входит бесплатное обслуживание педиатра, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, кровь на сахар, электрокардиограмма, измерение артериального давления, весоростовой показатель, также выдача больничных листов и мы делаем бесплатно детям вакцинацию. Отмечу, что во время визита в Одессу Ульяны Супрунс стало известно, что со следующего года оплата за коммунальные услуги медучреждения ложится исключительно на их плечи. Поэтому приз курант на основные услуги больниц будет установлен позже. Буквально позавчера были представители МОЗ и сказали, что в 2019 году нам самим надо будет думать, с чего оплачивать эти коммунальные услуги. Так что, оплатив коммунальные услуги, посмотрим, сколько мы сможем и каких анализов сделать нашим пациентам. Но для того, чтобы нам заключить договор с Национальной службой здоровья и получить деньги на обслуживание населения, нам надо предоставить Национальной службе здоровья декларации. Продолжение следует...